Девочки, всем привет! Салам алейкум! Перед началом своего влога я хочу вам сказать, что я хочу разыграть 4000 рублей. Конкурс будет идти всего лишь 7 дней. То есть я буду 4 места по 1000 рублей разыгрывать. Чисто сделать приятное вам. Я же вам обещала, что буду раз в месяц какие-нибудь нет да нет конкурсы делать. Потому что вам же понравилось. Постельное белье девочки меня выиграли. Я им уже скоро его отправлю, потому что на данный момент у меня возможности отправить нет. В общем, мы с ними уже договорились. В конце января я им его отправлю. Хочу участвовать, ставить лайк этому видео, оставить любой комментарий, подписаться на моих спонсоров и открыть канал. Вот 4 условия. Спонсоров всего лишь 5, так что их немного. Девочки хорошие, хотят сделать приятно вам. И я хочу вас тоже порадовать. Так что соблюдайте все условия и участвуйте в моем розыгрыше. Через неделю, в следующий вторник, мы выберем с вами победителей. 4 места по 1000 рублей. Всем желаю удачи. Девочки, теперь объясняю, как открыть каналы и на кого и где вы должны подписаться. Заходите, в общем, на канал Саидова Лайф, то есть на мой канал, да? Заходите в вкладку «Каналы» и должны подписаться на всех этих пятерых спонсоров. Далее. Заходите уже к себе на канал, то есть здесь у вас не Саидова Лайф будет, а будет ваш канал, да? Как ваш канал называется. Делаете «Изменить канал» кнопочку. И здесь вот видите, снизу, где конфиденциальность, есть информация. Не показывайте информацию о моих подписках. Она у вас должна такая же быть серенькая кнопочка, как у меня. Если она у вас стоит вот так вот синенькая, вы должны убрать ее на серую, потому что если будет гореть синенькая, включена, да, я не смогу вашу посмотреть, на кого вы подписаны, если в случае того вы станете победителем, да? И я буду тогда переигрывать, если я не увижу информацию о подписках. То есть она должна быть у вас вот такая вот серая. Все, желаю всем удачи. Выполняйте все условия конкурса. Они очень простые, спонсоров очень мало, призы приятные. Поэтому желаю всем удачи и приятного просмотра. Всем привет, мои хорошие! Салам алейкум! Мадина тоже с вами здоровается. Скажи, ааа, ты зачем так вытираешь? Взяла ей шаурму в тандыре. Первый раз такой берем. Но вообще обычную шаурму кушали в лаваше, а такую нет. Я у нее чуть-чуть попробовала, она оказалась очень вкусной. Теперь будем всегда такую брать. С булкой гораздо вкуснее. Негде присесть, поэтому мы... Сейчас дойдем до первой лавочки, и Мадинка у меня присядет, покушает. Сама я себя еле сдерживаю. Взяла только такую. И, кстати, у нашей урма вот такая вот, 50 рублей стоит. Можно, конечно, побольше взять, она будет 100. Но Мадинки за 50 будет достаточно. Короче, вообще, у нас шаурма в Якутске стоила 180 рублей. И, кстати, у меня сломался динамик на телефоне. Когда снимаешь на фронтальную камеру, звук вы сами слышали по прошлому влогу, по вчерашнему. Короче, девочки, смотрите, парк не работает. Это у нас парк Дракон. Конечно, холодно, ничего не работает. Уже скорее бы теплы не настало. Тепло, чтобы ходить в парк гулять спокойно. Но сейчас у нас ветер, все равно прохладно. Короче, пока новый телефон не куплю, придется как-то выкручиваться и пробовать себя снимать по-другому. Я так и не сказала, зачем мы шли. Мы забрали посылку с дека, любимого селек. Так что, скорее всего, в конце этого ролика вы увидите распаковочку. Специально делаю в конце, чтобы никого не напрягать вещами. Потому что не все любят смотреть вот такие вот распаковки. Короче, так что, кто ждет Василек, смотрите в конце видео. Девочки, прискакали мы домой. Нашла я, наконец-то, смесь. Внутри лак. Сами у меня такую пьет. Она у нас маленькая пачка по 305 рублей. Потом взяла туалетную бумагу. Так, Мадинка просила шарики. Так, это и себе надо спрятать. Молоко. И вот. Иногда, иногда, по утрам, несколько штучек. Ням-ням-ням. Не буду показывать, потому что сейчас сразу спрячу от Мадины. Мадинка у меня уже в новом костюме от Василька. Да? В конце видео увидите распаковку. Ну вот, надувай, надувай, надувай. Да, полезно, давай. Сильно. Да, ну скажите, а да? Сегодня, девочки, готовила такой вот борщ. Очень такой наваристый получился. Я готовила сегодня без мяса. Ну, просто захотелось по-быстрому. И вообще, в принципе, я особо не замечаю, есть мяса в борще. Нету даже, когда у нас мясо просто бульон чуть-чуть на вкус другой, да? Ну, вот, захотелось чего-то более лёгкого, так как я стараюсь похудеть. Молодечка, так что мне приятного аппетита. Мадинка уже кушает. Сейчас включу, что-нибудь буду смотреть. И оставайтесь со мной. Наконец-то пришло время любимого Василька. Первым делом покажу сейчас, что я Мадинке взяла. Это игрушка кота. Его зовут Барсик. Он вот так вот очень красиво подарочный наш упакован. Он даже можно на подарок заказывать. Ну, как покупать. У него здесь есть паспорт. Барсик, умная, круглая. Носик маленький. А, крупная. Какие уши, тело, хвост. В общем, всё здесь про него рассказано. Мадинка, иди сюда. Сотри. Сейчас мы с вами откроем его. Смотри, кого я тебе купила. Смотри, какой красавчик. Ты чистая? Да, здесь. Ой, здесь у него ноги к чему-то завязаны. Ноги у него здесь. Короче, смотрите, вот такой вот Барсик милый. Я сначала брала в розовую одежду его, но его не было, к сожалению. Там девочка была. Ну, типа девочка. Раньше мне казались эти коты очень страшными, но сейчас, поразмыслив немножечко, очень даже милый. Потом я решила сменить себе скатерть. Как знаете, у меня это уже третья скатерть с василька. Вот эта скатерть у меня с василька. Ещё есть одна серая, тоже с василька. Я её пока убрала, я их буду менять. Так, взяла вот такую вот скатерть. Смотрите, в такой вот расцветке. Мне она очень понравилась. Очень так, как сказать, свежо очень выглядит. Где-то 150 на 120 вот точно так же, как вот эта белая. И к ней в наборе ещё идёт 6 салфеток. Ну, не знаю. Салфетки можно доставать, конечно, когда какой-то там стол праздничный, там, чтобы украсть. Да, это всё аккуратно. Так, потом мужу взяла обычную чёрную майку. Вот такая вот обычная чёрная майка. 52-го размера чёрную. Взяла папе и Расулу, ну, мужу, две одинаковые футболки. Папе взяла 58-й, хотя, в принципе, он 56-й носит. Но я взяла на всякий случай всё равно для дома носить. Пусть будет, даже если будет чуть-чуть свободно, это неплохо. Главное, что у него 5-шку, потому что я, когда брала его сейчас недавно на одном сайте, да, взяла папе размер 56-го размера. И он пришёл 52-го. Получается, он как бы 56-го, но сам он по себе 52-го. Видимо, он маломерка, потому что он прям очень даже вот в плечах впритык к моему мужу. Хотя мой муж-то на два размера меньше папы. Ну, короче, вот сейчас я одну раскрою. Папину не буду раскрывать, чтобы папе так привести. Вот такая вот бордовая футболочка. Мне очень она нравится. Смотрите, какой цвет. Мой любимый цвет бордовый. Ну, сиреневый такой, чёрный, белый. Ну, чёрный я не так особо люблю, лично говоря. Здесь вот такой вот кармашек классненький. Мне нравится, что Василёк сделали себе этикетки. Раньше, помню, я уже очень долго как бы с ними работаю. И раньше никогда у них вот не было вот этих этикеток. Они, ну, не так давно у них появились. Вообще очень классно. Вот такая вот футболочка. Самое главное, что всё недорого. Вот для дома я вообще очень люблю Василёк. Да, даже и не для дома очень много вещей очень хороших есть у них. Так, смотрите, взяла вот такие вот вафельные полотенчики. Не знаю, куда они постоянно одеваются. Каждый раз заказываю, заказываю. И они постоянно вообще в непригодный вид становятся в ужасном состоянии. Там через несколько дней. Потому что я часто там вытираю. Муж вот у меня недавно спалил одну вафельную полотенце. Рядом с огнём поставил. Оно загорелось, пока мы в ванной были. Детей вытаскивали из ванной. Представляете, загорелось. Вот. Короче, три вот таких вот полотенчика здесь в наборе идёт. И вот такой вот под мою скатерть тоже здесь три полотенчика. Не знаю, может, я не буду раскрывать. Может, кому-нибудь на подарок подарю. Может быть, маме. Посмотрим. Так, взяла тунику. Костюм. Это костюм. Это папин костюм, вспомнила. Вот папин костюм. Почему-то я думала, что туника. Чем я читала? Мне показалось, что я тунику заказала. Костюм. Папин костюм. Сейчас я его покажу. В прошлом заказе папе был он маленький. Поэтому я вот перезаказала на Васильке. Тоже 58-го взяла размера. Так, это, по-моему, это Мадинкин комбинезон для дома. Сейчас я раскрою, посмотрю. А это тоже, я не помню, что это такое, 46-го размера. Сейчас я раскрою и глянем. Хотела я взять нам с Мадиной два одинаковых домашних комбинезона. Я вспомнила, что это я заказала. Это домашний комбинезон 46-го размера. Я сейчас ношу вообще 44-го, но я всегда с запасом беру. Мало ли, вдруг маломерка, вдруг это. Но я тут вижу, что вот этот комбинезон точно не маломерит. Это мой. Он с коротким рукавом. 100% хлопок, как обычно. И здесь такие вот завязки и штанишки. На конце на штанишках здесь ничего, никакой резинки нет. Ничего. Это такой слитный комбинезон. Видите? Прикольно, мне так нравится. А Мадиночки я взяла вот такой вот. Он с капюшоном. С ее любимыми мороженными. Всякими пирожными. С капюшоном. Здесь вот такие вот резиночки. На молнии. Тоже 100% хлопок. Я ей брала на рост 110, по-моему. Но я смотрю, что он, мне кажется, будет слишком большой для нее. Но меньше размера не было. Если будет большой, ничего страшного. Дети быстро растут. Потому что я не успеваю нам Одину покупать, если честно, одежду. Она очень быстро из нее вырастает. А тут на капюшоне вот такие вот милые ушки. И последнее. Это папин костюм. Вообще, по сути, я не помню. Это был спортивный костюм. Скорее всего, это был вообще домашний. Но он такой вот немножечко... Ну, не сказать, что он такой суперлегкий, да. Ткань немножечко такая плотная. И, скорее всего, папа, если она будет ему как раз... Возможно. Он не захочет его носить дома, мне кажется. Потому что, ну, по моим ощущениям, может быть, ему станет жалко дома носить. Потому что он такой очень хороший. Темно-серого цвета. Здесь такой хаки цвет. Здесь никаких резиночек нету. Горловина вот такая вот. Вот, не знаю, папа, понравится, нет? Надеюсь, ему понравится. Вот такая вот кофта. И к нему идут брючки. Здесь тоже вот хаки по бокам, карманы. И здесь тоже никаких резиночек, ничего. Вот. Очень надеюсь, что папе будет как раз... Не знаю. Читаю, сейчас сомневаюсь, что он захочет дома в нем ходить. Хотя я ему брала для дома. Надеюсь, жарко не будет. Ну, штаны легкие, да. В штанах еще можно дома ходить. А вот в этой кофте, мне кажется, будет как-то прохладненько. Эй, точнее, жарко. У них дома жарко и вряд ли он не сможет. Ну, ничего, будет куда-нибудь выходить в ней. Смотрите, как стол освежился. Сейчас я обратно поставлю свои цветы. Смотрите, как она заиграла новыми красками наш стол. Так люблю, когда что-то меняется сразу, как будто ты что-то новое купил. Имею в виду из мебели, там, как будто ты что-то очень сильно поменял. Вообще, очень люблю я, когда на кухне что-то преображается. И вот это моя скатерть. Девочки, ну, правда, очень классно смотрится. Веселенько. А ты что? Не хочет из комбинезона вылазить. Своим барсиком играет. Угу, угу, так и думала. Маленький, да, он? Не, Ма, скажи, маленький. И вот тут большой. Ну, скажи, маленький. И вот тут большой. И большой, скажи, маленький. И тут папа. Ну, ты можешь сказать? Скажи, маленький. 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 Вещи валяются все у нас. Да, мам, вот. А, вот, кстати, салфетки. Вот. Аккуратно здесь ножик лежит, Малиночка. Мам. Вот такие вот у них. Кто? А? Вот. Ну, вот. Большие всякое разное. Там можно красиво их складывать. На праздничный стол. Так, на тарелочку положить аккуратно. И хочу ответить на самый прям часто задаваемый вопрос. Просто под каждым моим видео. Ни одно видео у меня еще нету, где нету этого вопроса. Куда же пропала Мариана? Где же Мариана? Мариана не снимает влоги. Где она? Где? Девочки. Не знаю, почему она вам не отвечает. Она, короче, поменяла сим-карту. Иди-то я быстренько сосу. Я быстренько договорю. Она поменяла сим-карту. Короче, она поменяла сим-карту. Она устроилась на работу. Она работает на работе. И поэтому она, видимо, у нее нет времени на YouTube. Либо она больше не хочет снимать. Я не знаю. Но факт в том, что она хочет продать свой канал. И снимать больше не будет. Так что ее видео вы больше не увидите на просторах YouTube. Так что, кто хочет приобрести канал, можете либо написать мне, либо написать ей в Instagram. Да, у нее под каждым видео, по-моему, были ссылки на ее Instagram. Так что просто заходите и задайте ей этот вопрос лично. Потому что до нее я тоже очень давно не могла дописаться. С 18 декабря, наверное. Так как она поменяла номер. Мне об этом не сказала ничего. И я через другую девочку, которая с ней общается, в общем, все узнала. Дай ее попить, пожалуйста, дочка. Узнала ее новый номер. Ей написала, с ней списалась. Короче, пошла самим успокаивать. Ужин у меня сегодня будет очень легкий. Сделала салатик из пекинской капусты, помидоров, огурцов, зеленого лука. И ей положилось все два яичка. Не стала их чистить. Ложкой отковыряю. Потому что они очень горячие. На этом хочу закончить свой влог. Всем пока, мои хорошие. Салам алейкум. Участвуйте в конкурсе.